10 советов, как повысить свою продуктивность. Всем привет! И в продолжении предыдущей темы о вредных привычках на работе, которые приводят к несобранности, расфокусировке, срыву дедлайнов, снижению эффективности, хотелось бы поговорить и о способах, которые наоборот помогают повысить эффективность. Непродуктивный человек не выживет в бизнесе. Он, конечно, может что-то зарабатывать, но это будет больше похоже на выживание. Ведь чем ниже продуктивность, тем меньше и заработок. Таким людям приходится тратить намного больше времени и сил, чтобы достичь своих целей и добиться результата. Все бы ничего, но мы живем во времена очень быстрого развития и огромной конкуренции. Поэтому, если вы хотите быть успешным, вам просто необходимо работать над своей эффективностью. Итак, что же значит быть продуктивным? Возможно, вы думаете, что это значит больше работать и увеличивать ресурсы. Но нет, это значит получать больше, затрачивая при этом столько же, а то и меньше энергии. Вам кажется это невозможным? Поверьте, я знаю многих людей, которые работают всего пару часов в день, но продуктивно и, соответственно, зарабатывают столько, сколько им нужно. Чем же отличаются эти люди и как им это удается? Ловите 10 советов, как повысить свою продуктивность. Первый совет. Делегируйте. Если вы не умеете делегировать, то вам приходится делать все самостоятельно. Но, к сожалению, ваше время и силы не бесконечный ресурс, а потому умение делегировать напрямую влияет на вашу продуктивность. Если вы умеете и не боитесь делегировать и управлять другими людьми, то вы можете делать 10, 30, хоть 50 дел одновременно. Как только вы начнете делегировать, вы удивитесь, насколько проще и быстрее станет ваша работа. Единственная сложность и, пожалуй, самый важный момент, это назначить правильное задание правильному человеку. Поручать свои задачи нужно тому, кого вы знаете, можете доверять и точно уверены, что человек обладает всеми необходимыми навыками, чтобы выполнить эту работу. Предварительно обдумайте, какие задачи приносят вам больше всего пользы и что можете сделать исключительно только вы. Этим занимайтесь сами. Все остальное распределите между сотрудниками или же наймите себе помощника. Честно говоря, поначалу, конечно, нужно будет привыкнуть, но уверен, вы будете в восторге, насколько продуктивной может стать работа, если действительно отпустить ее. Второй совет. Избавьтесь от хлама. Начните со своего рабочего стола. Выбросьте все ненужные бумажки, старые записки, договора и все, что захламляет ваше пространство. Беспорядок на рабочем месте негативно влияет на вашу концентрацию и фокусирование. Также регулярно чистите свой компьютер и телефон, удаляйте ненужные старые файлы, фотографии, заметки. Такая регулярная уборка не только поможет освободить место, но и увеличить скорость и продуктивность вашей работы. Избавившись от беспорядка и хлама вокруг себя, вы почувствуете себя более организованным и свободным. А так намного легче сосредоточиться на текущих делах и своих целях. Поэтому обязательно избавьтесь от всего ненужного. Третий совет. Концентрируйтесь на достижении цели. Когда вы знаете, куда хотите прийти, то и идти в правильном направлении будет куда быстрее и легче. Если же вы не знаете, куда идете, то по сути зря тратите свое время. Но наличие цели еще не значит, что вы ее достигаете. Вам нужно постоянно фокусироваться на своей цели и держать ее в голове. И что самое главное, чтобы вы не делали, постоянно спрашивайте себя, приблизит ли это действие меня к моей цели. Действительно ли этот шаг настолько необходим? Это поможет вам отсекать ненужное и связывать все, даже небольшие действия с вашим главным устремлением. Четвертый совет. Действуйте. Как говорится, действие порождает действие. Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, для начала достаточно сделать маленький шаг. И вот ты уже движешься. Да, этот первый шаг, он и простой, и невероятно сложный одновременно. Простой, потому что это всего лишь одно маленькое действие. И сложный, потому как иногда нам приходится преодолевать множество страхов, сомнений, барьеров. В первую очередь, внутренних. Но сделав этот маленький первый шаг, значительно проще делать последующие шаги. А ведь так и достигаются великие цели и покоряются самые высокие вершины. Все начинается с маленьких шагов. Пятый совет. Систематизируйте. Продуктивные люди работают значительно эффективнее. Ведь они постоянно задаются вопросами. Как сделать свою жизнь проще? Как лучше все организовать? Как тратить меньше времени и сил? В этом вам поможет система. Когда мы что-либо систематизируем, мы убираем лишние движения и соответственно уменьшаем нагрузку. Например, использование скриптов при звонках это система. Она может работать, а может и нет. Но она однозначно должна быть. В противном случае вам не удастся избежать ошибок и неправильных действий. Еще одним видом систематизации является планирование. Причем планирование важно не только для предпринимателей и людей, занимающих руководящие позиции. Даже если вы обычный менеджер, планирование поможет стать вам более продуктивным. И вы будете больше успевать в своих делах. Шестой совет. Правильно расставляйте приоритеты. Делайте самое важное в первую очередь. Определите, что для вас важнее всего сделать в этом месте. На этой неделе и уже сегодня. Создайте список срочных дел и пусть он будет у вас всегда под рукой. Самые важные срочные задачи начинайте выполнять с утра. Не откладывайте их на вечер. А то скорее всего придется переносить их на завтра. Этот цикл может затянуться до бесконечности, пока вас не ошарашит дедлайн. Точно так же не стоит и откладывать сложные или неприятные задачи, потому что вас все равно будут мучать мысли о том, что их нужно сделать. И таким образом, вместо того, чтобы потратить энергию и сразу все решить, вы потратите минимум в два раза больше энергии. Еще и на мысли об этих делах. Ставьте себе дедлайны и старайтесь строго следовать им. А еще научитесь различать срочные задачи от важных. Ведь срочные задачи это те, которые нужно решать прямо здесь и сейчас. А вот важные это те, которые способствуют достижению долгосрочных целей. Понимание этой разницы, собственно, и поможет вам более точно определять приоритетность существующих задач и дел. Седьмой совет. Измеряйте свой результат. Не ленитесь и анализируйте результаты проделанной вами работы. Оцените, насколько продуктивной была неделя. Сравните ее с предыдущей. Подумайте, как бы вы могли оптимизировать затраты времени и своих сил. Возможно, что-то получится опять-таки систематизировать или автоматизировать, используя какие-то новые технологии и программы, которых с каждым днем становится все больше и больше. Также подумайте, что работает не так, что замедляет процесс выполнения задачи, почему это происходит и что вы можете сделать для того, чтобы это решить. Восьмой совет. Отслеживайте свои успехи. Что я имею в виду? Подумайте, что именно помогает вам достигать ваших целей, что мотивирует вас, что способствует более быстрому и качественному выполнению задач, как вам удалось добиться ранее поставленных целей и какие методы сработали, а какие нет. Начните отслеживать свои успехи. Это поможет вам значительно продвинуться в своем деле. Определите, что именно помогает вам, какие ваши сильные стороны и какие внешние факторы позитивно влияют на вашу продуктивность. Придерживайтесь действующих методов и больше внимания уделяйте тому, что помогает вам, приносит радость и способствует повышению вашей эффективности. Очень часто мы концентрируемся на том, как избавиться от своих изъянов и слабых сторон. Но почему бы не попробовать еще больше усилить и прокачать свои сильные стороны? Так у вас намного больше шансов быстрее и проще стать мастером или гуру в том, что вы уже умеете и делаете лучше всех. Точно так же, вместо того, чтобы тратить свою энергию на мысли о том, как избавиться от того, что вам мешает, подумайте, как наполнить свою жизнь тем, что вам помогает, вдохновляет вас, мотивирует. И сделайте так, чтобы того, что делает вас лучше, просто-напросто становилось больше вашей жизни. Девятый совет. Занимайтесь работой, а не ее имитацией. Уверен, что всем известно выражение «создавать вид бурной деятельности». И все вы прекрасно понимаете, что это значит. Так вот, если вы это тоже делаете, перестаньте этим заниматься. Это не только непродуктивно, но, не поверите, еще и сильно выматывает. Если не физически, то эмоционально. Люди почему-то очень часто путают активность с производительностью. Как говорится, нет ничего более бессмысленного, чем эффективно заниматься тем, что вообще не следовало бы делать. Поэтому перестаньте перекладывать бумажки, беспорядочно лазить в интернете, каждые 5 минут без надобности проверять свои соцсети и заниматься каким-то абсолютно бесполезными делами. Прекратите заниматься подобной псевдоработой. И десятый, последний совет. Используйте себе во благо неодобрения окружающих. Конечно, все мы хотим нравиться другим людям, особенно тем, кто нас окружает. Но вот что я вам скажу. Вы можете либо супер круто делать свою работу и выходить на мировой уровень, либо же нравиться всем вокруг. Совместить обе эти вещи вряд ли получится. И как раз таки не потому, что вы плохой человек или что-то делаете не так. Просто понимаете, кого-то и солнце раздражает, слишком ярко светит. Вы не сможете нравиться всем, по крайней мере до тех пор, пока в этом мире существует зависть, конкуренция и чужие комплексы. Всегда будут люди, которых вы не устраиваете, которым вы не нравитесь и которые будут критиковать любое ваше действие. Конечно, очень жаль, когда такие люди появляются среди самых близких. Но по закону мирового баланса всегда будут и те, кто вас поддерживает. Это только ваш выбор тратить свои силы и энергию, пытаясь кому-то угодить и что-то доказать. Или же направить эти силы на то, что важно для вас и делать то, что вы считаете правильным. Перестаньте реагировать на чужое недовольство и неодобрение. Сама суть высокой производительности и выдающегося мастерства предполагает, что вы должны быть полностью сосредоточены на своем деле. И только полноценная реализация своих талантов и навыков поможет вам реализовать поставленные цели и достичь новых высот. Ну что, друзья, с вас лайк, если видео было интересным и понравилось вам. И подписка на мой канал, если хотите побольше таких видосов. Также жмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков. До скорого, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!